всем привет дорогие друзья я тут работал над своим очередным видео думал сделать разоблачение на святослава коваленко кстати на фитнес канале буквально недавно выпустил видео про его химическую трансформацию можете посмотреть если вам интересно так вот работал я и думал что походу придется подзабить на время на емелю ничего интересного за последнее время не выходило да и интерес к нему как-то паду тих ролики стали набирать меньше просмотров и я думал что этот сезон похмельяненко шоу будет самым скучным ранее ведь такие баталии происходили в роли бабки появлялся и в роли бомжа а теперь стал каким-то скучным дедулей с протекшей кукухой и тут как гром среди неба раздалась новость емеля снова забухал да ладно вот так я подумал да это видео наверное надо было начать с фразы а я же говорил серьезно у меня такое чувство что я тут работаю попугаем на пол ставки и повторяю эту фразу бесконечное количество раз потому что алкоголик неисправим если он не осознает свою проблему видимо александр так ее и не осознал и тут мне на глаза попадается довольно занимательное видео опубликовано она была телеграм-каналом shot и там под этим видео написано следующее сообщение александра емельяненко не пустили в т.ц кунцева плаза в москве из-за его задумчивого состояния сообщили нам очевидцы боец отправился размышлять на улицу да действительно если судить по этим кадрам то они реально шокирующие емеля двигается просто как ходячий мертвец хотя он уже давно таким является напоминает мне зомби с игры stalker мододелы эх вы халявщики сделайте нормальный мод на игру где вместо зомби емели будут ходить это будет настоящий хит я думаю вам вполне очевидно почему его не пустили в торговый центр еще бы в таком-то состоянии нафига но им вообще надо брать грех на душу еще откинется и потом за него отвечай да и перегар там явно был такой что мог бы устроить всем присутствующим газовую камеру я не понимаю как эти люди там вообще могли находиться с ним рядом дыхание дракона в исполнении нашего сегодняшнего героя способна было отправить многих про отцам после же емеля храброй походкой пошел бродить по улице гордом одиночестве там еще в том телеграм-канале все это было сделано под грустную музычку похоже на какую-то мелодраму но жизнь емели вполне подходит под этот жанр и спрашивается почему человеку не жила спокойно вроде женился недавно получал солидные гонорары даже за слитые бои больше полугода держался без алкашки ездил с женой в дубае было видно что радуется жизни кругом его узнают относились с уважением а он в отмеску назвал дубаи русской землей был бы он в другой стране уже бы скорее всего выгнали бы нафиг за угрозу национальной безопасности но нет нормально отнеслись шейхи тусили с ним кругом дорогая еда постоянные встречи фанаты гонорары все вроде нормально шло осталось только с братом помириться для полного счастья но теперь об этом можно просто забыть обычно у емели запои минимум два-три месяца знаю так как обозреваю это дело уже почти два года есть кстати видос на канале где собраны все запои емельяненко за последние два года теперь придется делать новый сборник хотя может это уже будет похоронный сборник потому что реально с каждым запоем организм все хуже и хуже уже в бою с магой стало понятно что на профессиональной карьере можно поставить крест в бою с дациком и коваленко стало понятно что даже карьера в пмм под угрозой ну а теперь собственно после этого запоя можно и хасбику проиграть еще за день до того как появилось это вот видео было выложено другое где емеля проводит мастер-класс и обучает своих фанатов и тут судя по кадрам он еще трезвый иначе бы его перегар сразил бы всех нафиг в один миг видим какие неуклюжие у него движения и это спустя полгода трезвой жизни представьте что теперь будет с ним это просто жуть и уже по приезду домой сразу за бутылку ничему человека жизни учит снова за старая хотя емельяненко явно болен и ему нужна помощь специалиста и длительная реабилитация если его ближайшее время надумают выпустить на бой то это уже какое-то шоу инвалидов будет хотя какой там бой вон он как идет в таком состоянии машина легко может его сбить потом у него почему-то случился тупняк или же он просто задумался о жизни хотя возможно матрица дала сбой и нпс просто заглючил есть вероятно что до сих пор там стоит в таком положении кто-то в комментариях под этим видео начал писать да не это не емельяненко на ролике но с вероятностью 99 процентов это как раз таки он во первых эта куртка уже было видео с ним не знаю смогу ли я найти этот кадр в других своих роликах меня там целая медиатека на компе находится с емелей хватит на несколько сериалов уже ну короче постараюсь найти фрагмент с этой курткой в других видео также обращает на себя внимание прическа нашего сегодняшнего героя вот видео с дубая а вот видео с пьяных похождений если поставить два кадра вместе то и шагу понятно что это он да и инфа на момент написания сценария появилась примерно часов 5-6 назад за это время уже бы емеля успел бы отреагировать и если бы на видео был бы не он то легко бы опровергу эту инфу написал бы пост или снял бы ролик на эту тему но этого не происходит значит реально забухал что вполне закономерно ведь в прошлый раз он не прошел реабилитацию а сразу полез готовиться на бой потом пролетел над гнездом кукушки причем дважды но и позже был вывален по полу из запоя сразу прыгнул в подготовку а потом в бои и итог вполне понятный из одного стресса в другой а тут еще эти праздники путешествия организм так и просит ну одну стопочку ну маленькую стоит капли попасть в рот все новый запой обеспеченный мерзкий закадровый голос пилит свой очередной видос про пьяного мастера то есть организм искал возможность как убрать стресс который накопился в нереальном количестве а так как алкашка уже неоднократно применялась для этих дел теперь уже шансы что он вообще сможет выйти на бой близки к нулю уже в прошлых боях стало понятно что карьера под угрозой теперь под угрозой жизнь тоже нам остается только наблюдать фейспалмы кидать кринжовать и в очередной раз убеждаться в том какая же синька зло она не смотрит спортсмен перед ней или же ученый богач или бомж нет синька любого способна отправить в могилу дальше предполагаю он перестанет публиковать контент и через время мы увидим его еще более плачевном состоянии и так еле ноги тягает а что будет после пары месяцев просто жуть короче скорее всего песенка имели спета он обречен и единственный кто ему мог бы помочь это родной брат но видимо он его так сильно достал и федор понял что александр безнадежный невозможно его вообще в принципе спасти конечно я не мог пройти мимо такой новости тут канал весь построен на таком контенте поэтому обязательно став свою горючку со смесью этому видео иначе сашка полторашка придет и задушить тебя перегаром это же не ильяс якуба в конце концов чтобы успеть вовремя сбежать во всех остальных случаях последний дегустатор способен убивать перегаром до новых встреч увидимся а